Здравствуйте! Сегодня снова будет обзор интересного лука и некоторых лучных принадлежностей. Этот обзор состоялся благодаря тому, что мне прислали отменную посылку ребята из Arcus Market. Большой интернет-магазин и вообще компания из Украины, города Запорожье. Луки привозят, луками торгуют, тетивы, стрелы делают. И самое главное, они плохо разбираются в том, что именно они делают. Это само по себе замечательно. Кстати, благодаря этой компании существует очень интересный турнир 3D Archery Open Season. Вспомнил? Вот Эмленго. Был я у нее в гостях, все было здорово, замечательно. Действительно хорошие ребята. Так вот, у меня сегодня будет интересные луки, краги и перчатки. Точнее, лук один. Лук этот продается на большом торговом портале GVD. Это голландская контора. И вот они заинтересовались, сделали какую-то там по их заказу новую лучную марку. И сегодня мы посмотрим, что же это такое. Итак, собственно, вот этот лук. Я так понял, что называется White Feather Feather. Короче говоря, Let me speak English in my heart. Ну да ладно. Вот, собственно, название торговой марки. Название Лука. 35-фунтовый, 60-дюймовый Hunter recurve. Собственно, первый взгляд. Выглядит лук очень, очень неплохо. Первое, что я обратил внимание, ну, лук двуламельный. Значит, по идее, должен быть чуточку жестковат, зависимости от того, что у нас тут за ламинат. Сделано, склеено все аккуратно, абсолютно никаких косяков. Все это здорово. Вот можно видеть склейку из двух слоев. Центрально так. Сама рукоять. Упор очень понравился, очень толково сделано. Более того, у меня этот лук вызывает просто сумасшедшее чувство дежавю. Где-то я это уже видел, где-то это мне в руки уже попадалось. Но просто очень нравится. Одновременно шейка, ухватистая. Средний такой размер. Не очень толстая, не очень тонкая. И одновременно достаточно большой, комфортный, широкий упор. Рукоятка действительно сделана очень толково. Очень хороший дизайн. Превосходно ложится в руку. Тут вопросов пока нет. Лук комплектуется отдельно докроновой тетевой. И в комплекте идут на шлепке меховые под вырез, под стрелу. Я не знаю, что это за фирма выпускает эти луки. Я так и не выяснил, кто их производит. Пока что это тайна великая. С ним нам еще предстоит разобраться. Но тетива по количеству нитей, толщине и прочее типично китайская. Она здоровезная, довольно толстая. А вот обмонточка очень красивая, очень приятная. Так, впервые тянул этот лук. Так, тянется в принципе неплохо. Самое интересное собственно у нас. Так. Достаточно типично. Знакомо, знаем это все. Да нет, хорошо. Никаких сюрпризов нет. Тянется ровненько, достаточно мягенько. Да, вообще без проблем. Так, это ему уже не нравится, но 31 тянется хорошо. Без закидонов, без проблем. Ну, это тетива такая. Так, неплохо. Каких-то там вкусностей нет, но и неожиданности и косяков я тоже не замечаю. Действительно лук неплох. Внешне очень приятные ощущения. Впечатления от натяжения тоже действительно неплохие. Лук, кажется, самую малость жестковат. Ну, хороший преднатяг, неплохо тянется. Скорее всего, наверное, будет достаточно резким. Это мы посмотрим. Ощущения тактильные очень интересные. Деревом вот это назвать сложно. Ощущение едва ли не как от пластика. Скорее всего, это какой-то уже стабилизированный, пропитанный до состояния пластика композит. Но это тоже неплохо. Значит, лук будет долговечным, не бояться сырости, будет надежным. Да, определенно, это неплохо. Сегодня мы обязательно постреляем. А теперь несколько вкусняшек. Одноименная фирма выпускает очень любопытные перчатки. Я одну вскрыл, они разных размеров. Я выбрал самую здоровую, это XL. И этот XL на меня самую малость чуточку великоват. Материал довольно интересный. Все-таки это напоминает кожу или уже очень качественный кожзам. Не толстые, достаточно легкие. Вот я брал перчатки Берпо. Они потолще. Вот, гляньте, насколько они похожи. Но это другая модель. Ощущение все равно достаточно приятное. Очень интересно реализован вот этот вот момент. Самые кончики, которые именно касаются тетивы. Я не знаю, с какой кожи они сделаны. Но она одновременно и мягкая, и очень скользкая. Сход пальцев с тетивы очень приятен. Разумеется, перчатку, равно как и лук, мы плотно обстреляем. Но первое впечатление очень приятное. Дело в том, что с Алиэкспресс очень много моих друзей покупали и на палечнике, и перчатке. И, честно говоря, я в 90% случаев был неприятно удивлен их качеством. Кожа всегда очень тонкая, очень мягкая. И явно использовался какой-то одежный или кожа, или кожзам. Здесь определенно уровень повыше. Цена, кстати, тоже неплохая. Не забудьте обязательно пройти по ссылочке. Вы можете посмотреть на лук, на перчатки, увидеть цену, размеры, характеристики. Но, повторяю, первое впечатление очень приятное. Но тактильное ощущение. Это кожа. Ну, в любом случае, материал классный. И, собственно, напоминаю, что перчатки бывают разных размеров. Потому что тут М-ки, Л-ки, Х-Л. Кстати, очень радует, потому что я помню, когда я выбирал себе перчатку 4 года назад, был только один размер М, и вот это уже не радовало. А теперь краги. Вот здесь, что меня особенно порадовало. Краги тоже разных размеров. Есть совсем маленькая, есть побольше, а есть вообще здоровезная. Это просто обалденно, потому что новичок может выбрать крагу себе на всю руку, а уже прокачанные ребята могут себе выбирать, что им нужно. Им нужно просто одежду подхватить и на месте тетивы на шлепку прилепить, так на всякий случай обезопасить себя. Или что-то более капитальное. Вот, давайте откроем, потому что краги еще не открывал. Ну, открываюсь. Ну, пахнет, попахивает все-таки кожей. Хотя на кожу это вообще не похоже. Забавное ощущение. Но вообще довольно приятно здесь. Так, здесь у нас и дырочки. Нет, крага действительно будет хороший, абсолютно безо всяких неожиданностей. Да, 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 да. Это та самая крага, которую называют охотничьей. И настоятельно рекомендую для новичков, веду ее в большую длину. Ну, что ж, собственно, предварительные рассмотры есть. Двигаемся дальше. Так, собственно, вот сама крага. Материал радует. Самое главное, есть две жесткие вставки, поэтому она будет надежна. Действительно, выдержит самый неудачный удар из мощного лука. Хоть блочник, хоть какой угодно. Как я уже сказал, материал приятный. Работает на защелочках. И, в принципе, проблем я особых не вижу. Вот как эта штука выглядит на руке. Вот, благодаря вот таким кнопкам это все снимается, надевается. И, на первый взгляд, что больше всего не нравится, это вот эта непонятная эмблема. Но ее всегда можно или спрятать, или оторвать. Ну, и я посоветовался с профессионалами. И моя супруга сказала, что резинки имеют свойство растягиваться. И рано или поздно будут выскакивать из таких петель. Но, в принципе, поскольку очень плотно они прилегать, притягивать и не должны, проблем я тут не вижу. Ну, вот я подойду поближе. И можно рассмотреть, какие разные краги бывают. Вот это сделано интереснее всего. Во-первых, здесь есть вентиляционное отверстие. Что достаточно приятно. И в жару поятие это имеет значение. Эта крага достаточно большая. Может защитить всю руку. Может уверенно прижать одежду на руке. И вообще для всяких там полевых стрелков и начинающих лучников это действительно хорошая водная вещь. Ну, нормально сделано. Действительно приятно. Единственный момент, который лично мне не очень понравился. Мне больше нравятся краги спортивные. С тоненькими резиночками на бегунке. Но идея на таких вот защелках я тоже ничего плохого не вижу. Крага приятная. Ну, а теперь самое интересное. Давайте испытаем перчатку и лук. Пойдет на дополнительные материалы. Перчатку не нужно раздирать. Просто открываете кулечек. Достаете. Убираете липучку. И все вот так аккуратно делается. Рвать ничего не надо. Вот какая красивая эмблемка. А теперь мы снарядим лук. Мы немножечко протерли полочку. Как это лучше всего сделать? Я обычно это делаю так. Все. Раз. И боковинка где-то вот здесь. Два. И уже можно стрелять. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Значит так, по крагам. Особых нареканий нет. Сидят нормально, свою функцию выполняют. В общем-то, не расстегиваются, не развязываются. Достаточно хорошо сидят на мокрой руке. Они не очень душные. Ну, конечно, можно было бы там дырочек понаделать, но это наверняка дорожка бы вышла. В принципе, ничего не плохо. Нравится. При том, что есть разных размеров. Вот тут у меня средненькая. Ничего, достойно. Перчатки. Во-первых, я опасался, что они будут совсем-совсем быстро слизываться. Мне показалось, кожа тонковата. Нет, этого не произошло. Держатся, в принципе, не так плохо, как я ожидал. Ничего. Единственное, перчатки сами по себе... Слышите звук. Перчатки сами по себе достаточно тонкие. А сказать, что это плохо или хорошо, опять-таки, не могу. Сейчас объясню, почему. Если вы используете не очень сильный лук, это будет даже в некотором смысле плюсом, потому что слишком толстые могут вставать колом, плохо изгибаться. В общем, до 36, ну, 40 фунтов, ничего. Пойдет. В принципе, начинающим больше и не нужно. Те, кто стреляет из более тяжелых луков, уже где-то начиная с 45 фунтов, ну, в общем, 20 килограмм, уже надо серьезно подумать. Я бы все-таки посоветовал взять что-то потолще. Сидят неплохо, тоже не очень душно. Не вот этот дубовый мерзкий кожзаменитель с Алиэкспресс. Ничего. Не в Берпо, не НИТ. Американцы, конечно, делают получше, но за свои деньги, в принципе, очень достойная вещь. Без шуток. И сам лук. Белое перо. Я уже говорил, я не ошибся. У этого лука, которым торгует эксклюзивно компания голландская GVD, корни австрийско-китайские. Это действительно лук компании Берпо, немного не мало, но это модель, вторая модель у компании, которая производится в Китае. Какахой называть я его не буду, потому что это будет слишком жестоко и неправда. Но и какого-то дикого восторга лично у меня лук не вызвал. Давайте попробуем разобраться, почему. Что в нем хорошего? Выглядит он замечательно. Здесь никаких вопросов нет. Тянется... Ну, сразу чувствуется, что лук вяленький. Ничего тут особенно военного нет. Но и плохого, в общем-то, тоже. По вертолетам, винтам, несоосностям я здесь ничего не заметил. Проблем нет. Хорошие склейки, обалденный упор. С дизайном упора. То есть очень приятно взять в руку. Под разные большие и маленькие руки все очень хорошо, очень толково сделано. Лук, в принципе, комфортный. Растягивал и до 32. Тянется, не ломается, не упирается. При достаточно небольшом размере. Это действительно неплохой вариант. Все здорово. Чем он мне не понравился? Первое. Тетива. Родная докроновая тетива... Ну... Уж слишком... Она докроновая. Есть у китайцев такая проблема. Более того, даже на джинсингах такие тетивы используются. Это явно китайский баг. Тетивы очень толстые, очень массивные, очень контрабасищие. Итак, у меня с собой была фосфоидовая тетива. Немножко подкрутил. А чуть длинновато. Потом подкрутим. Эффект совсем другой. Сейчас тут база совсем-совсем маленькая. Кстати, при малой базе тянется он вообще мягенько. Сложно сказать, опять-таки, хорошо это или плохо. Такую экстремально малую базу для такого лука я бы, наверное, не выставлял. Сейчас тетива неродная. Она здорово длинная, но в конце концов мне с ней не стрелять. Так, сейчас-сейчас-сейчас. Что, перелет? Не может быть. И... Да, все хорошо. Да, где-то так. Слышите? Совсем другой звук. Лук действительно неплох. Для кого? Тот, кто решил уходить в инстинктив такой себе или по эфашной классификации традиционный лук, там, хантер-ригур с деревянной рукояткой, для начала, для старта, очень неплохая вещь. Прощает много. Быстрым его называть нельзя. Но благодаря этому лук не дергается, ведет себя стабильно, стреляет достаточно метко, не требует каких-то там особых навыков. И, в общем, для того, чтобы войти в инстинктив, вещь весьма-весьма неплохая. Рекомендовать, в принципе, можно. Ну, и не в последний вечер, смотрится он действительно красиво. Здесь вопросов нет. Достойно, просто со вкусом. Так что, смотрите ссылочки в описании. Занимается продажей вот таких вот луков Arcus Market. Спрашивайте, что по доставке, куда они отправляют. И тоже спросите, а не могут ли они сделать хорошую фастфлайтовую тетиву? Конечно, могут. Подумайте, надо оно вам или нет. Если вы малый майский уже опытный стрелок, да, сюда однозначно нужен фастфлайт. Лук буквально перерождается, уходит некоторая вялость, становится бой более риским, что ли. В общем, приятная штука. Для новичков берите с обычной тетивой. Вам еще предстоит понять, что вам нужно. Да с ней стреляют, что ли, помягче. Ну, вот такая вот вещь. Скромно и со вкусом. Ссылочки в описании.